здравствуйте друзья добрый день дождливый нынче выдался март вы видите так о чем мы сегодня мы поговорим на тему о ресурсах о подготовке каким-то большим событиям жизни каким-то рывкам прорывом преодолением и в качестве затравки я вот могу сказать что люди часто задаются вопросами а мы видим эти вопросы в комментариях и видим в прямых эфирах очень часто вопросы ну вот например сколько нужно денег там на иммиграцию ну при всей бессмысленности как бы конкретики потому что мы понимаем что ответа на этот вопрос нет мы знаем людей которые с двумястами долларов приезжали и у них все получалось и мы знаем людей которые приезжали с 50 тысячами и 100 тысячами у них не получалось ничего не быстро оставались без штанов и на этом все заканчивал то есть но тем не менее вот как подготовиться до или там часто спрашивают а что учить вот что надо выучить но кроме английского чтобы там вот потом лучше и скажем программист или там как бы тут а что есть технологии получить люди пытаются как-то спланировать и очень часто мы видим таких знаете экстремальных таких плановиков которые вот по какому-то минимуму ресурсов то есть вот допустим есть там но я не знаю 10 аспектов там которые должны как-то вместе сработать какую-то критическую массу создать и вот он берет каждый из них и по минимуму и по минимуму и по минимуму и то есть там критической массы нужны как быть не может но вот как-то вот люди так минимизируют я вспоминаю знаете чё у меня много воспоминаний юношеских таких когда я был там 15-летним 16-летним подростком я занимался в секции самбо у анатолий аркаевич харлампи в этот большой человек он создатель борьбы самбо большой философ такой вообще большого жизненного опыта был человек и он как-то вот на эту тему рассуждал но применительно к соревнованиям применительно вообще к чемпионству в целом он он вообще говорил такие вещи что понимаешь где-то вот вот есть люди которые там и на второй ступеньке стоит нормально ему на третьей ступеньке стоит ему тоже нормально но для чемпион к этому только один и вот он это очень так очень различал вот первая ступенькой все остальные и он и вот он говорил на тему о том что что нужно как готовиться к тому чтобы стать чемпионом какая должна быть подготовка к чемпионству и и вот у нее такая была значит идея рассуждение такое было о том что человек никогда практически никогда ну спортсмен в данном случае никогда не не находится в идеальной физической форме он заранее готовится он планирует у него там все все что положено тренер с ним работают специалисты с ним работают но где-то он потянул там чего-то где-то у него травма которая там ну еще не до конца значит там преодоленная у него может какие-то психологические проблемы вот я помню он вообще так большой психолог был и говорит вот из так учил такие практические лайфхаки он год вот допустим там перед соревнованиями там все на весы там туда-сюда ну и уже люди знают с кем они там в паре висит на стене и там вот подходит там будущий противник и вот но так гипотетически рисует играть но там познакомиться как дела там как самочувствие как все еще и он говорит в такой ситуации самое главное вот когда тебе подходит что-то такое говорят и ты отвечай мне только одну фразу горе камеру покажет мне довелось пару раз значит эту фразу сказать вы не приписывайте как как менялось лицо чудовищно вот у людей которые подходили там и что такое действительно работает то есть он тонко очень тонко отрабатывал там и психологические аспекты и тогда я вот он говорил что человек не может быть в тот момент когда нужно получить вот это вот чемпионство быть первым там всех победить и так далее ты никогда не можешь быть в абсолютно идеальной безупречной форме всегда что-то беспокоит и он приводил такой пример как в тридцать восьмом что ли году анатолий аркадьич он но он создатель борьбы самбо и он занимался продвижением как бы этого всего и вот тридцать восьмом году он делал демонстративное такое что представление демонстрацию делал перед руководством красной армии ркк рабочий крестьянская красная армия тогда так назывался перед руководством ркк и ну им выдали там на складе там красивые куртёжку вот этот и куртёжка была новая она не не размята какая-то на крахмале на этом какая из-за чего конкретно она не была мягкой и поскольку человек показывал класс вот на него шел противник он в это время делал сальто назад а потом на него должен был бросить так вот делая сальто он не смог руку распрямить и сломал руку сальто назад он сломал руку и не подавая виду чтобы никто не понял что произошло он взял руку другой рукой здоровый засунул ее за пояс сзади заткнул и продолжал схватку одной рукой но типа вот смотри нас как мы тут одной рукой будет это не была схватка там на жизни на смерть то есть там понятно что все свои ребята и наверное они поняли что произошло там и так далее но просто я к чему рассказываю что не было значит победить было значит продемонстрировать но ты можешь в самый критический момент оказаться в очень таких сложных обстоятельств но ты должен продолжать это должен довести до конца то что ты делаешь поэтому готовится возвращаясь к посылу готовиться надо так чтобы даже при далеко не самых благоприятных обстоятельствах ты все равно победил в нашем случае когда мы говорим но скажем об эмиграции когда мы говорим о преодолении каких-то жизненных трудностей слава богу тому бы на нас никто там со штыком не идет вот и там с табуреткой по голове не бьет значит все таки нам нам не нужно вот как тоже вот вот как-то так запасаться но тем не менее загонять себя в экстрим в котором шансы ну просто никакие это очень очень опасно и должен быть какой-то запас особыть и чем 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 больше значит для вас вот эта победа вот это преодоление но или скажем так вот решение вот этой проблемы может быть там нет ничего героического но надо все-таки собраться и довести до конца это чем более это для вас важно тем меньше вы можете себе позволить идти без запаса потому что отсутствие запаса определяет очень часто дошли вы до конца или нет то есть было ли достаточно ресурса или не было когда-то ну наверное лет 20 назад когда я еще читал книжки по бизнесу они интересны бывают и вот было такое общее место я бы сказал слегка спекулировали такой статистикой тогда авторы что вот 90 не помню там 95 процентов то ли 90 то ли 95 это это сейчас не существенно бизнесов небы не выживают первый свой год давайте вот 100 бизнесов открылись а через год вот на второй год пошли только 10 там или даже 5 и я-то на самом деле сегодня уже хорошо понимаю что многие бизнесы они создавшись просто табличку повесили или там зарегистрировались там где-то в сети а на второй год не пришли продлить лицензию и вот таким образом мы знаем что они на второй год не по они пошли ну что-нибудь такое я я не знаю как они конкретно считали то я вот так уже подозреваю что это именно то как они считали но точек хотел что-то он думал там лицензию взял на стоит копейки вот а потом как-то у него мысли изменились но но тем не менее тем не менее все таки значит и вот они пишут что в подавляющем большинстве эти бизнесы не успешный не переходят на второй год в силу того что не были достаточно профинансированы то есть допустим понятно что когда начинаешь бизнес тебе надо раскрутиться у тебя пока еще нет клиентов ты пока еще тратишь больше денег на рекламу чем например на втором году на третьем там или на пятом когда ты может вообще уже никакой рекламы там не тратишь ни копейки там и тогда поэтому нужно выстоять какое-то время чтобы потом пошло и вот у них нет нету 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 достаточно денежки ну или скажем так ресурсов в целом на ресурсы обычно ресурсы пересчитываются в деньги можно можно какой-то денежный эквивалент найти другим ресурсам которые не не явно денежные но можно прикупить ресурс есть другая опасность вот я ведь видел тоже когда у людей ресурсов слишком много не в силу того что они подготовились но вот были но я не знаю один человек жил условно в воронеже и у него там была не на там хрущевка старая и он ее продал я не знаю какие цены там на хрущевке в воронеже наверное еще от района зависит но где-то не в самом лучшем районе он ее продал может быть там условно я не знаю цен за 30 тысяч долларов рядом поехал сша у него есть собой 30 тысяч долларов а другой человек у него была может быть не хрущевка что-то поприличнее там где-то какой-то девятиэтажки где-нибудь в море то есть в москве и не в самом таком вот районе там а так где-то может быть поприличнее может быть и надо удивить эту квартиру свою продал там не за 30 тысяч а может быть за 230 и вот или скажем там до кризиса да или там после кризиса вы понимаете о чем я говорю значит там кто-то за полмиллиона продала кто-то вот там за 200 тысяч продал но все-таки и вот он едет и у него 500 тысяч собой долларов и у него ощущение что он жизнь поймал берег уже американскую поймал поймал за хвост в эту американскую шар птицу она у него живут тут вот под мышкой там даже не 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 трепыхается он с таким успешный человек поделать за работой там 500 тысяч и вот долларов 5 могу купить квартиру в бароне и никуда не ехать просто жить так вот он приезжает и дальше у него начинаются расходы а чё ему он сходу взял новую тачку там за не знаю за 40 тысяч у него денег много он за 50 жене взял там еще что-то он там какие-то у него там квартира жилье наш аж он будет там ютиться ими берет в дорогом месте там и тогда и вот выясняется что на своих 500 тысяч за там скажем первый год 150 потратил это несложно можно больше потратить гораздо больше он их потратил а в общем то да а как жить тоже не знают он у него может быть какой-то план особенно знаете вот еще есть такие планы типа там пойду в сити калыч это уже как бы может быть еще на год или на два и опять непонятно с чем он оттуда вышел но может он английский там учил да уж теперь может английский учить и может пишите не надо ну чем пойдет работать за 12 долларов в час это смешно ну он же может пойти в сити калыч там какие-то ну там за копейки там сколько там за три копейки считай бесплатно может учить английский пока вообще присматривается может он какой-то бизнес купит если он не дай бог бизнес купит то он останется вообще без копейки и очень быстро но к чему рассказывать что большинство из них вот там не за там 95 процентов вот этих вот кто приехал с деньгами и не понимаю ничего пошел и купил бизнес он очень быстро ставится без бизнеса и без денег потому что это собственно понятно это не требует там профессорского звания чтобы понять почему это происходит то есть есть как бы крайности да есть крайности когда человек приезжает вообще без копейки есть крайности когда он приезжает заряженный как следует там деньгами и не относится к этому как к неприкосновенному запасу а относится к этому как ну как бы хочу идем ну есть деньги что не вообще не тратить когда есть вот то есть как бы это нет не вопрос того что я деньги были вопрос того как он относился к тем деньгам которые у него были ну и вот и вот дальше пошло то есть он начинает тратить еще не научившись зарабатывать безусловно когда человек в таком деле как иммиграция когда он ограничен в ресурсах бывает что сильно ограничен в ресурсах ну так он тогда должен подвигаться поактивнее что тоже неплохо понимаете то есть если он допустим приехал у него с собой там не знаю там 3000 долларов и он так вот так он глядишь там на второй день уже работать начнет хочу это полно народу было которые там приезжает на второй третий день уже идет работа уже не важно есть у него английский нет у него английского важно что у него есть всего там две-три тысячи долларов и вот он с этим приехал но опять мы мы при этом но он при этом рассчитывает что никакого экстрима не произошло то есть он допустим я не знаю не попал в тяжелую какую-то ситуацию здоровье в порядке и там и так далее так дальше всяко бывает мы тоже знаем так вот поскольку тема планирование иммиграция и планирование ресурсов довольно актуальная тема вот я хотел на поговорить но на самом деле я думаю что всякая перемена в жизни всякий план может быть абсолютно не связаны никак с иммиграции тоже требует подсчета как бы что у нас на этой чашечке весов что у нас на этой чашечке весов нужен ли нам какой-то запас и конечно тут еще есть возрастной аспект люди постарше они как бы норовят соломки побольше подложить люди помладше они как бы не знают что такое солома точнее может они знают но они не знают не знаю что такое упасть когда соломки нет еще нет такого опыта жизни плюс конечно не только с возрастом ну просто по типажу так сказать психологическому у людей разная терпимость разных допустимому риску мы по разному к этому относимся ну в общем вот такие как мы есть а мы все хорошие постарше и помоложе с меньшим допустимым риском и большим допустимым риском веселые и не такие веселые серьезные там такие бесшабашные разные вот мы все хорошие в том смысле в каком помыслы наши чистые мы хотим что-то хорошее сделать воды в этой жизни поэтому вот такие как мы есть планируйте хорошо и если есть какие-то избыточные ресурсы не спешите их так вот транжирить так скажем таким словом да не транжирим ресурсы спустить в тысячу раз легче чем потом заработать вот спустить 100000 вот есть тут и дело потратил в миллион раз легче чем потом 100000 где-то отложить иди отложи 100000 чтобы отложить 100000 может быть надо там 150 200 заработать потом налоги заплатить а еще жить как-то надо поэтому вот такое примерно рассуждение счастливо друзья успехов всем